С начала этого года в республике произошло 13, чертова дюжина, ДТП с участием в межпоселковых такси. 9 человек в результате аварий погибли. По сравнению с 2017-м, на эту дату подобных случаев не было. В ГИБДД заверяют, количество жертв выросло на 30%. Растет статистика и по детскому травматизму. Почему же, несмотря на многочисленные рейды, ДТП происходит? Седерная полиция выращивает документы. В какую сторону направляетесь? Проверки такси во всех районах Якутии. Нарушений у перевозчиков сотни. Отсутствие тахографа – это цветочки. Некоторые перевозят пассажиров без разрешения и страховки. Водители и клиенты отправляются в поездку на свой страх и риск. От пассажиров нет отбоя. Машины полные. Якутияне, несмотря на участившиеся ДТП со смертельным исходом, охотно пользуются услугами нелегальных таксистов. Вопросы о документах ни у кого не возникает. Жизнь и здоровье отходят на второй план. Вы знали, что у водителя нет соответствующих документов? Я не спрашиваю ничего. В связи с такими вот авариями, получается, если что-то случится, то что? Как быть? Не знаю. А зря. Ведь в случае ДТП пассажиры нелегального таксиста ничего не получают. Никакой компенсации. Только синяки, ушибы и переломы. В лучшем случае. В случае, если пассажиры у нас, конечно же, пользуются нелегальным такси, то они не получат страховку, которая им положена по законодательству, когда они пользуются услугой, по предоставлению услуги, по, скажем, фрахту из пункта А в пункт Б добраться. Дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных такси будоражат не только жители республики, но и руководство Якутии. Так глава региона Егор Борисов в ходе прямого эфира на НВК ЦАХ высказался по случаям смертельных ДТП на республиканских дорогах. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По поводу принудительной блокировки скорости на автомобильных двигателях пишут жители республики в социальных сетях. Но, как отмечает руководство управления ГИБДД, таких полномочий в отношении таксистов, которые занимаются пассажироперевозками на малогабаритных микроавтобусах, нет. Нет, оно не предусмотрено именно для перевозчиков, блокировка такая. Есть перечень транспортных средств, на которые обязательны. Это у нас, я сказал, уже детские автобусы, также транспортные средства, перевозящие опасные грузы. Там уже предусмотрено на законодательном уровне. Чтобы микроавтобусы попали в заветный список, нужна инициатива от властей. Я думаю, это можно, конечно, в законодательном уровне подать такую инициативу, но, опять же, она должна быть поддержана госсобранием, депутатами и рассмотрена. То, что касается законодательной инициативы, очень много проектов, насколько я знаю, сейчас рассматривается. Но все, что касается, опять же, должно пройти два слушания, одобрения. Это очень, скажем таки, которые требуют затрат дальнейших. Рейды по проверке таксистов продолжаются. На дороге вышли сотрудники госавтоинспекции и управления гостехнадзора республики Саха-Якутия. Во-первых, инспектора гостехнадзора проверяют, конечно, внешнее и внутреннее транспортного средства. Это наличие светографической схемы, наличие фонаря желтого или оранжевого цвета и наличие внутри информации. Информация должна быть о водителе, о индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, который осуществляет таксомоторную деятельность. И также об органе, который надзирает над ними. Это гостехнадзор. В Ленском районе только за пару дней в ходе операции такси выявлены десятки нарушений. Было проверено 24 автотранспорта легкового такси. Выявлено 12 административных правонарушений, различных административных правонарушений. Из них перевозка детей без страхового полиса. В Горном районе администрация наследия и дорожные полицейские активно занимаются профилактикой. Встречается с таксистами и населением. Учитывая то, что в этом году уже два ДТП по юридической федеральной автомобильной дороге произошло у нас с смертельным исходом, исходя из этого, сейчас должны провести совещание части легальными такси и нелегальными такси. Должны объяснить ситуацию с участием, совещание пройдет с участием прокурора, ГИБДД, ОВД, АГПС. И вторым вопросом будем рассматривать также по взаимодействию между структурами. Именно по части и чрезвычайниц. Жители населенных пунктов, через которые проходят федеральные трассы, соединяющие поселки, просят, чтобы водители были крайне осторожными. В связи с наступлением весны взрослое население и дети часто проводят свободное время на улице. На самом деле по этой трассе на территории населенного пункта стоит ограничение скорости 40 км в час. Но автолюбители ездят по этой дороге свыше 100, а то и больше. Хорошо, что здесь дежурит пост ГАИ. Но было бы лучше и безопаснее, если они всегда здесь были. Крупных аварий можно избежать без каких-либо законопроектов и ограничений. Услугами межпоселковых такси якутяне пользуются долгие годы. Тогда и дороги были хуже, и машин гораздо меньше. Но либо водители ставили внимательность выше адреналина, либо опыт не позволял лететь по трассам. А нынешние водители в погоне за прибылью забывают про безопасность пассажиров, правила дорожного движения и ответственность, которая ложится на их плечи, как только не получает права.